Ну и скажите мне, хейтеры китайского лего, какая из этих мини-фигур китайская, а какая оригинальная? Всем привет, это обзор лего его аналогов от Калин Красный, и сегодня у меня в обзоре китайские лего мини-фигурки по Звездным Войнам. Давненько у меня не входили видео на канале, потому что я немножко был занят, очень много чего навалилось личных дел, плюс у меня ремонт сейчас идет дома. Я стараюсь вернуться в свой обычный темп, сейчас пишу сценарий, снимаю видеоролики, у меня много чего накопилось, монтирую, так что, ребятки, обязательно поставьте лайк, этому видео, колокольчик, потому что скоро будут очень интересные новиночки китайские, и оригинал лего у меня тоже накопилось, скоро будет новый обзор. В общем, что это, откуда у меня? Это очень офигенные мини-фигурки, очень качественные копии оригинальных лего-вских, это у нас по разным наборам, вышел целый интересный пак, не помню, честно, как называется компания, помню, что артикул данных мини-фигурок называется КМ, ну, что за компания, я точно не знаю, но ранее тоже компания выпускала у нас мини-фигурки по целому аж-набору, ссылочка вот здесь будет сверху в описании, можете перейти посмотреть, там мини-фигурки были полностью взяты из набора оригинального лего-вского тронный зал, и они были очень высокого, хорошего качества, вот реально прям пушка, я надеюсь, что здесь будет то же самое, в общем, вышел обалденный пак разношерстных фигурок, из разных наборов, из разных новинок 22-го года, и кого я взял. Так, это у нас Уби-Ван Кеноби, это у нас Уби-Ван Кеноби по сольному, по сольному сериалу, здесь он у нас, по-моему, по набору с Инквизитором, потом у нас Пелли Мото, это у нас из набора с Мандо, у нас здесь, у нас здесь Кэт Бэйн, тоже из набора с его истребителем, потом у нас здесь Камьянка, очень интересно мне на нее посмотреть, на китайскую версию, это у нас по набору тоже с Кеноби, и у нас здесь коллекционный люк из полибэга, можно сказать, это коллекционный люк китайский. В общем, ребятки, купил я мини-фигурки, естественно, на Алиэкспрессе, ссылочка будет в первом описании, переходите, покупайте. Для тех, у кого нет возможности купить оригинальные мини-фигурки, найти оригинальные полибэги, я думаю, что это большая возможность просто взять их и приобрести в свою коллекцию. Не буду вас томить, давайте мы все это вскроем, посмотрим на них более внимательно. Итак, мини-фигурки собраны, и немножко забегая вперед, я хочу вам сказать, что они, ну, потрясающие, это прям вообще, ну, вот кайф, китайский кайф, в том плане, что мини-фигурки реально очень качественные, мы чуть позже сравним одну мини-фигурку с оригинальной, потому что из всех у меня, к сожалению, только одна есть, оригинальная леговская, вот, мы ее сравним, наверное, с самой первой. Я вам хочу сказать, что качество просто, ну, пушка, вау, вообще. Вообще, прямо вот, не думая, переходите в описание, первая ссылка в описании, и покупайте данный пак, вот, мини-фигурок, которых у вас нет, и вы хотите себе в коллекцию, берите, потому что, ну, во-первых, это дешевле, если вы не можете себе позволить оригинальные мини-фигурки, и просто хотите себе их в коллекцию, это прям, ну, топ за свои деньги, определенно. Ребятки, я думаю, что это видео сразу заслуживает лайка и какой-нибудь комментарии, есть ли у вас данные мини-фигурки в коллекции, вот эти именно, и будете ли вы покупать данные китайские, напишите обязательно в комментариях. Что ж, не буду вас томить, давайте начнем, начнем мы с первой мини-фигурки, это будет у нас. Ну, и скажите мне, хейтеры китайского лего, какая из этих мини-фигур китайская, а какая оригинальная, не вдаваясь в детали, не всматриваясь, а просто так на первый взгляд, какая из них какая, но не отличить же, не отличить, только посмотрите, схожесть с оригиналом просто невероятна, они попали буквально, вот, тон цвета немножечко, может, где-нибудь даже не угадали, но принты абсолютно идентично слизанные, вот, просто вот, просто вот, кайф просто какой-то, я вот не знаю, вообще, такое вообще возможно, законно, они, китайцы выкрали оригинальные, оригинальный лего-вский принтер, но вот теперь, я думаю, видно, где написано надпись лего, да, мини-фигурка оригинальная слева сейчас, то есть, вот здесь она справа оригинал, слева Китай, посмотрите, просто отливка головы, вот, идеальная, она идеальна, она прям вот какая есть, просто невероятно, это круто, что самое главное, что вообще удивляет, поражает, что принты на лице, они никуда не уехали, ни слева, ни справа, ни вверх, ни вниз, они вот прям там, где надо находятся, и, в общем, это просто Атас офигенный, я не знаю, как еще у меня выразить свои эмоции, я хочу сказать, что ребята, кастомщики, которые смотрят меня, может, которые увидят это видео, ребятки, если вы хотите крутых себе каменьанцев в продажу, то я советую вот эту китайскую мини-фигурку слева, потому что у нее отливка потрясающая, не надо ничего париться, просто стирайте принты, ну и, соответственно, делайте своих каменьанцев много-много разных для коллекции армии клонов, в общем, офигенная мини-фигурка. Коллекционный люк Скайуокер у нас китайского полибэга, это коллекционная мини-фигурка, которая у нас продавалась, точнее, выдавалась вместе с игрой Скайуокер Сага, Лего Скайуокер Сага, офигенная мини-фигурка, по принтам, видите, все четко, очень хорошо, он у нас здесь, он с голубым молоком, световой меч у него, ну, печать, может быть, чуть-чуть смазана, но это не страшно, в общем, особо себя чего-либо не представляет деталь эта. Вот, по принтам, скажу, что здесь есть нюансы, но это у меня, видимо, попались такие косяки, немножко вот принт какой-то лишний напечатанный, сама вот эта его татуинская роба вполне себе нормальная, принты сзади тоже себе очень хорошие, очень, но у меня, к сожалению, проблемы с лицом. Это у нас первое выражение лица, вот такие у него здесь молочные, голубые усы, и второе, вот видите, какая-то вот штука, не знаю, то ли блямба специальная, то ли просто, не знаю, что это, но, в общем, какой-то косячный у меня принт на второе выражение лица, мне оно больше нравится, чем первое, хотя первое такое немножко в недоумении, но, к сожалению, вот такой небольшой косяк, в себе, как говорится, не без урода, но я все равно рад, что есть у меня теперь эта фигурка, и я хочу сказать, что она достаточно очень хорошая по качеству, очень хорошая. Это у нас Пейли Мото, женщина, которая у нас владела доком номер, по-моему, 5 в космопорте на Татуине. Это у нас персонаж из прямого набора с Мандалорцем, с его новым истребителем N1 Набуанским, скоростным, который она ему подогнала, сделала. Интересная мне фигурка, у меня, к сожалению, нет этого истребителя, хотя была возможность его приобрести. Вот, хорошие принты, здесь меня радует, что положили все аксессуары, у нас имеется вот такой объемно-съемный ремешок, хороший принт и спереди, также у нас имеется принт, давайте сразу снимем ее прекрасную прическу. Также хорошие принты у нас сзади на торсике, немножко есть какая-то непропечатка, точнее пропечатка лишняя на втором выражении лица, у нас она такая женщина пожилая, но вот это выражение лица, оно хорошенькое, мне нравится, и у нас также были аксессуары. Это у нас дроид BD, китайцы его уже давно успешно штампуют, делают, и, конечно же, ключ, она уже у нас механик. В общем, мини-фигурка тоже зачетно, мне очень понравилась. Кэт Бэйн, знаменитый охотник с головами, который стал популярным очень в последнее время, это у нас наборчик-оправдатель, это, собственно, его истребитель, он из того набора по сериалу «Бракованная партия». Офигенная мини-фигурка, китайцы ее слезали прямо полностью, копийно, принты у нас на ногах, на торсике, они повторяют у нас, естественно, оригинал, есть небольшой косяк, вот какая-то такая вот штучка вылезла, блямба, не знаю, что это такое, мне, может быть, не повезло, шикарнейшее вообще лицо, принтовка лица просто вот, я вот снимаю шляпу, как говорится, лицо просто обалденное, ну вот прям, ну, пушка-вышка, и у нас сзади имеются тоже принты, и небольшой такой косяк. Конечно, респект китайцы на то, что они слезали полностью, даже вот этот молд и выдыхательных трубок, вообще шикарнейшая штука, мне очень это нравится. Но фигурка балдежная, прямо в китайскую мою коллекцию пойдет, я очень рад, что она у меня теперь есть в коллекции, и, конечно же, думаю, что многие тоже будут рады приобрести себе китайскую копию высокого качества. Оби-Ван Кеноби из, собственно, сериала и из набора с шаттлом инквизиторов. Сразу скажу, есть небольшие минусы в этой мини-фигурке, но я рад, что даже эта китайская копия у меня теперь есть в коллекции, у нас такой световой меч здесь из аксессуаров. Сразу скажу, что также пончо у нас оно не оригинальное, кстати говоря, ткань пончо вот этого очень хорошая по качеству, сама по себе, но само пончо, оно не такое, как в оригинале, там оно какое-то немножко с мехом, что ли. Давайте мы его снимем, посмотрим на принты. С принтами здесь, скажем так, все нормально, но вот тон цвета вот этого торсика, отливка, скажем так, отливка цвета, она не очень как-то именно с принтами компонирует, то есть нехорошо легли принты, на мой взгляд, как-то оно не очень, не очень хорошо смотрится, у нас сзади имеется также, естественно, принтик, волосы у нас скопированы полностью, слизаны тоже с оригинального у нас Кеноби, но зато здесь меня радуют принты на лице, не подкачали, мне повезло, очень хорошие принты, у нас вот такое выражение первого лица и второе, и второе выражение лица у нас немного весело, видимо, он вспоминал, как они с Энакином крушили дроидов. Ну, в общем, мини-фигурка тоже зачетная, мне, в принципе, понравилась. Итак, что я вам скажу по итогу, твердая пятерка из пяти, даже то, что мне попались немножко косячные фигурки с принтами, а не просто какие-то лишние, не знаю, недочеты, недоляпы, скажем так, принтов, мини-фигурки просто шикарные, и почему, почему же так редко вот эта компания, которая делает эти хорошие мифигурки, выпускает их, объясните мне, почему нельзя каждую, каждую волну выпускать эти копии, и просто было бы счастье, я думаю, многим фанатам, многим детям, которые, ну, не все могут себе позволить оригинальные леговские наборы, а китайские, ну, что, они больше 100 рублей стоят, плюс доставка, то есть даже 150 рублей за одну такую мини-фигурку, которая очень сильно похожа на оригинальную леговскую, это прям, ну, было бы счастье, я думаю, для детей, может быть, для кого-то, для коллекционеров. Я просто знаю, что под подписчиком есть ребята, которые покупают китайские мини-фигурки, и довольны их качеством, довольны, тем более, что я говорю, что можно покупать, что нет. Поэтому моя оценка очень хорошая, я очень рад, что их купил, вот, все вот эти, что они теперь есть в коллекции, пятерочка прям вот такая, советую, рекомендую, ссылка будет в описании. Мне на этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, вступайте в группу в Телеграм, Дзен канал, ВК, там выходят все самые свежие новости новинок, лего его аналогов, всем пока!